Всегда приятно выигрывать, особенно дома, при своих болельщиках. И слышать хорошая команда со своим почерком, со своим стилем. Недаром они идут в верхней части турнира на таблице. И выиграть такого сильного соперника приятно вдвойне. Сейчас отдохнем, проанализируем эту игру и будем готовиться к следующему матчу. Сейчас все игры тяжелые, поэтому будем готовиться и идти дальше. Спасибо вам большое. А как Лазаревич, как Матвейчик? Матвейчик тренируется по индивидуальному графику. Козловский планируется и Шевченко планируется уже после выходного, что они валюются в общую группу и подготовятся к встрече в Гробове. Что скажете относительно часа в Гриней? На вашу группу. Не я назначал время, а начало матча, это точно. Конечно, хотелось бы, чтобы время было удобно для болельщиков, потому что мы играем в Ленке. Когда я не помыляюсь, была показана картка в Эхим Тайме, так? Кому? Карта была показана кому-то с тренерского штаба, так? Не помыляйтесь. Ну, с какой народа и кому? Не бесполезно слышно. Ну, Владимир Николаевич Рыщенко получил карточку. И судьи посчитали, что ее надо ему показать. Ну, не знаю почему. Ну, разумеется. Так. Ну, неприятно, конечно, пропускать в раздевалку. Тем более, что я считаю, и первый, и второй Тайм мы контролировали игру и было под нашим контролем. И, ну, такая, скажем, оплюха в конце Тайма не очень приятно, но отдать должное нашим ребятам, что во втором Тайме вообще на это не обращали внимания, пытались найти моменты у чужих ворот, они их нашли, забили хорошие голы и по делу победили. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сегодня Ситько, можно так сказать, варил на поле, и у меня вопрос к вам. Понятное дело, что в команде есть игровой рисунок, и у каждого футболиста есть свои задачи. Таким футболистам, как условно говоря, Ситько, вы разрешаете отдавать передачи Робона, играть пятками и так далее и тому подобное? Это не вредит команде, если не получается? Вам сегодня не понравилось то, что он сделал? Но условно говоря, что это не получилось? Ну это же получилось. И здесь, в нашей команде, есть место импровизации, то есть нет каких-то шаблонов, нет каких-то рамок. Если футболист импровизирует, и это доставляет удовольствие болельщикам, это приносит какие-то результативные действия. Ну, я с вами поделюсь, что никто не откажется, если на футбольном поле происходит красота. Следующий поединок команда проведет в Гродно против Немана, в штабе которого вы не последнюю роль играли. У вас есть рецепт, как обыграть то, в чем ты и работал до этого? Ну, я знаю ребят, я знаю, предполагаю, как будет строиться игра, поэтому донесу свои какие-то нюансы до подопечных. Мы поедем играть на победу, мы решаем свои задачи, поэтому приятный город, приятная команда, приятный коллектив в прошлом году был, мы останемся друзьями, но в течение матча мы по разную сторону баррикад, а дальше это жизнь, это нормальные отношения. Я считаю, что тут все чеет. Последние три игры дома команда выиграла, а вот в гостях последняя победа была 28 августа. На вас это никак не давляет, и до конца чемпионата хочется ли взять все-таки три очка именно в гостях, чтобы прервать эту серию? Ну, я считаю, например, в Бресте у нас была выигрышная игра, но она закончилась один-один мы и дома, и на выезде стараемся играть на победу. Здесь уже разные факторы, которые влияют на исход патча, поэтому будем стараться обыграть и Неман Гродно, и Минск в Минске, поэтому настраиваемся только на максимальный результат.